Всем здравствуйте! С вами на связи Елене. Я приветствую вас в своей рубрике от АРО простым языком. Сегодня хочу ответить на вопрос, который мне давно уже задавала тату. Он такой, накослойный что ли? Ну, то есть там несколько вопросов, но в принципе они достаточно гармонично сочетаются. Итак, значит, первый вопрос. А как различаются арканы? Да, опять-таки мы помним о том, что вопросы, которые вы задаете, предполагают то, что вы не знакомы глубоко с Таро. То есть это не для тех коллег, которые уже практикуют, ну по крайней мере, а для тех людей, которые не совсем осведомлены, что ли, как-то так вот скажу. Почему? Потому что как различаются арканы? Арканы мы различаем, потому что часто слышим, опять-таки, великие арканы. И сразу возникает вопрос, а что есть еще какие-то? Таро у нас, колода, состоит из 78 карт. Они делятся на великие. Великие арканы, их 22, они обозначаются римскими цифрами. И 56 карт у нас относятся к малым арканам. Они отмечаются арабскими цифрами. То есть это разница, вы можете понять. То есть если вы не знакомы вообще с системой Таро, глядя на карты, вы поймете все, что римскими цифрами. Это великие арканы, их 22. То есть с 1 по 21 и 0. Вместе получается 22. Я уже говорила, о чем говорят великие арканы, что это непосредственно система создания мироздания. В них есть 3 стихии, 7 планет и 12 знаков зодиака. И у нас есть малые арканы. Малые арканы, они составляют 56. В них есть от туза до десятки 4 масти. Это огонь, то есть 4 стихии. Огонь, вода, воздух и земля. В каждой стихии у нас есть 10 карт от туза, то есть от единицы до десятки, как развивается масть. И у нас присутствует в каждой масти 4 придворных аркана. Так они называются. Я их называю семьей. Это папа, мама, король, королева и сын и дочь. Это рыцарь и башь, то есть семья. И таким образом, если вы посчитаете, у нас получается 56 арканах, которые являются малыми. В чем разница великих и малых? Великие арканы это те ситуации, которые описываются и мы на них повлиять не можем. Малые это я проверяла в инстаграме. У меня был период, когда я просила, спрашивала, насколько вы можете повлиять на ту ситуацию. То есть выкладывала аркан на неделю. И мне люди писали обратную связь. И исходя из этого, я уже получила подтверждение, что действительно на великие арканы мы повлиять не можем. То есть, допустим, если попадает башня, и мы говорим, что будет что-то неожиданное, какая-то не очень приятная ситуация. Можем ли мы на нее повлиять? И вот повлиять я имею в виду избежать эту ситуацию конфликта. Ситуацию не получается избежать, но отношение к ситуации мы можем поменять. То есть к самому непосредственно конфликту. То есть более спокойно отнестись, либо там, я не знаю, достаточно агрессивно. Поэтому на великие арканы мы повлиять в принципе не можем. Но на малые арканы, которые дают нам описывать ситуацию. Это условно говоря, если мы берем русскую речь, да, у нас есть существительное и сказуемое, да, и это в принципе великие арканы. И описание, вот эти вот все прилагательные наречия и так далее, и так далее, это можно сказать, что это малые арканы. И таким образом, то есть малые арканы, они поясняют, уточняют такую или иную ситуацию. Так мы делим колоды. Это если просто и понятно. Далее вопрос. Если арканы, опять-таки, если вы смотрели у меня в разделе плейлистов про великие арканы, несколько арканов я там рассказывала подробно. Не в понимании ключевых слов, а именно в понимании глифов, да, то есть символов, которые изображены на арканы. Был у меня такой период, когда я делала это в инстаграме, там не все арканы. Но достаточно так интересно и подробно. Там я рассказывала, что вот великие арканы, да, 20, их 22. Но если мы не считаем нулевой, который везде может быть, потому что обнуление, то есть начало зарождения, оно может быть, ну, место можно поставить его где угодно. Это не говорит о том, что это ноль, это ничто, а это говорит наоборот, что это начало из нечто, начинается все появляться. То есть это важная аркана, это не просто ноль, и его некуда поставить, поэтому мы его можем ставить либо перед магом, либо, там, я не знаю, после, скажите, скажу, после мира. Нет, это наоборот потенциал, да, то, что зарождается. И я говорила о том, что великие арканы, они как раз-таки делятся на три уровня, да, если с точки зрения развития души на наше бессознательное, сознательное и сверхсознательное, да. Либо мы говорим, это подземное царство, это земное и надземное. То есть, ну, вот эти вот градации, они многослойные. И на каждый уровень у нас уходит по семь арканов. Исходя из этого, вот Тату, видимо, слушала это и задает мне вопрос, то есть если арканы с первого по седьмого, это начало пути, да, это наше бессознательное, если мы рассматриваем арканы в контексте именно развития нашей души. То с седьмого по четырнадцатый или по пятнадцатый, ну, на самом деле с восьмого, ну, неважно, сейчас мы это не будем уточнять, это другой отрезок роста души. И с пятнадцатого по второй это высшее сознание. То есть теоретически так оно и происходит, то есть бессознательно первые семь арканов у нас рассказывает то, как мы живем, как живет маленький ребенок с момента его рождения, как он познает мир, да, сначала в семье, потом в подростковом периоде, когда для него авторитетой является уже улица, друзья и знакомые, далее, когда у нас юношество наступает, когда мы отделяемся от семьи и идем познавать себя, далее мы проходим опять-таки несколько определенных этапов, ну, это про все рассказывают великие арканы. Мы возвращаемся вновь к себе в какой-то период, мы понимаем, делаем поворот на 180 градусов, мы понимаем, что внешний мир это есть отражение внутреннего, мы приходим к осознанию, это мы начинаем в себе разбираться, копаться, вот, и в дальнейшем, когда мы уже прорабатываем внутреннее, мы понимаем, что есть нечто большее, что называется мирозданием, и мы начинаем его изучать. И вот эти вот арканы все великие в своем, по порядку, они рассказывают именно этап, который проходит душа. Но это не факт, что мы все арканы проходим, да, и не факт, что мы их проходим вот именно, знаете, как будто бы не то чтобы по порядку, а я бы сказала поэтапно, и какие-то моменты, если мы не проходим, не изучаем, мы можем возвращаться. И вот вопрос как раз-таки про это, почему в течение жизни мы находимся то в одном аркане, то в другом, не по росту арканов, то, что вот я сказала, в определенный момент жизни, а в аркане, например, дьявола, потом идет период в аркане мага, потом императрицы, потом в повешенном. То есть вопрос звучит, почему мы идем не по порядку? Потому что арканы, они нам показывают, в принципе, как бы так сказать, вектор, да, направление нашего развития. Но жизнь, она привносит свои коррективы. И получается так, что мы проходим, допустим, первые семь арканов. И если мы рассматриваем свою жизнь как целостную, да, то, в принципе, так или иначе, вот именно в целостности, да, мы проходим именно по порядку. Но наша жизнь, она как будто бы, знаете, разделяется на некие сферы. И получается, что в одной сфере я могу находиться на этом этапе, да, моя душа находится. Например, в сфере финансов я нахожусь там. Например, в аркане нулевом шуте, да, обнулилась, я перешла на новую работу. И я начинаю путь заново, условно говоря, да, когда мне надо все выстраивать, дальше помогу. Потом мне нужно будет в этой верховной жрице побыть, прислушаться, далее я все обдумать, далее я пойду в императрицу. То есть это вот, допустим, одна сфера. И все будет зависеть как раз-таки от того, в каком периоде вы сейчас находитесь, что у вас произошло, да. Например, а в личной жизни вы можете проходить своего личного какого-то дьявола, да, то есть вы прорабатываете там что-то в личной жизни, какие-то привязки, какие-то зависимости, да. А в сфере здоровья, например, вы выздоровели, у вас была какая-то болезнь, и вы прошли высший суд, да. То есть в зависимости от того, какая сфера, у нас могут быть и разные арканы, которые мы проходим. Но общий вектор направления, он идет по порядку. Далее идет вопрос. Или другое, и сигнифицируя меня, таролог сигнифицирует ситуацию в этот момент, а не этап, на котором моя душа в данный момент находится. Если мы говорим про сигнификацию, то мы всегда смотрим в разрезе момента здесь и сейчас, то есть что происходит. Да, душа ваша с момента рождения до момента ее завершения, она пройдет эти 22 аркана, так или иначе, да, ну, либо как-то соприкоснется. Но в данном случае, когда сигнифицирует, таролог, скорее всего, не вас, он сигнифицирует ситуацию. Он не сигнифицирует, на каком этапе ваша душа находится, а он сигнифицирует и описывает, то есть сигнификация – это описание, описывает вашу ситуацию. То есть ваша сейчас ситуация, она подходит вот под такие качества, а эти качества соответствуют этому аркану. Поэтому, когда мы говорим всегда в разрезе, здесь и сейчас, потому что завтра у вас может что-то другое произойти, и у вас будет другое описание ситуации. Поэтому сигнификация всегда на данный момент, она будет говорить о каком-то этапе, который мы проходили, либо описывает вашу ситуацию, да. Но если мы рассматриваем жизнь в целом, ну, вот, как описание, знаете, вот, например, книга, да, к какому жанру она относится, там, фэнтези, либо комедия. Но вот в таком понимании, да, то мы как раз-таки, ну, полностью проходим поэтапно, да. Почему поэтапно? Например, у нас всегда после детства всегда наступает юношество, после юношества у нас, там, молодость наступает и так далее. У нас никогда не идет обратно. Поэтому этот вектор, он присутствует. Ну, это как красная нить, да, для чего? Для того, чтобы мы опирались и понимали, на каком этапе сейчас мы находимся, и что у нас предстоит так или иначе впереди будет нас ожидать. Но когда описывает таролог, описывает, вы правильно поняли, описывает какую-то конкретную ситуацию. И даже не то, на каком этапе ваша душа находится, а он ситуацию описывает, да. За исключением, если расклад говорит о том, как раз так и называется, на каком этапе моя душа сейчас находится. Вот такой ответ у меня был сегодня для Тату. Я благодарю вас за внимание, жду ваших вопросов. Надеюсь, вам эта рубрика нравится. Вы можете также задавать вопросы не только, допустим, о Таро, а так или иначе, допустим, косвенно как-то может быть связано с Таро, да. Например, там, про древо жизни, либо еще про какую-то философию, да, либо как психология может соединяться, да, с Таро, как я ее, по крайней мере, связываю. То есть, какие общие моменты есть, да, любые вопросы можете узнавать в каких-то мифах, насколько они действительно существуют или нет. Я люблю эти мифы, особенно когда говорим о том, что личная жизнь не складывается у торологов, да. Почему, кстати, недавно про это мы и говорили с одной моей коллегой, с чем это связано, даже не потому, что не складывается личная жизнь, а что меняется в самом Тарологе, какие у него ожидания есть, какие у него потребности есть в виде касательно семьи, либо своей профессиональной сферы и так далее, и так далее. То есть, вопросы могут быть любые, но если вы их не зададите, потому что мне иногда пишут в комментариях, полезная рубрика, продолжайте, как я ее буду продолжать, если нет ваших вопросов. То есть, ну, мне нужно быть немножечко адекватным. Я понимаю, что очень интересно что-то слушать, да, что-то узнавать, но когда нету запроса, сама придумать, я, во-первых, не хочу, если честно сказать, да, можно, конечно, придумать. Вот, не хочу, почему, потому что, ну, зачем мне тратить на это время, да, я это знаю. Вопрос заключался в том, что то, что вы не знаете, если я смогу вам это ответить, и, то есть, помочь вам, а не себе. Себе я и так помогаю, и так достаточно много литературы читаю и узнаю. Я с вами прощаюсь, мои дорогие. До новых встреч, пока-пока.